Вампайр Север это очень быстрая игра. Игра не ресетает персонажа в нейтрал после первого раунда, что имеет как плюсы, так и минусы. Игрок, который победил, имеет преимущество того, что может зафорсить миксап, в то время как тому, кто проиграл, придется выбрать в какую сторону текнуться, чтобы этот миксап аннулировать. Это комбинируется с общей большой скоростью всего того, что происходит на экране. В итоге получается очень быстрый геймплей, где почти постоянно нужно что-то делать. Все персонажи могут билдить метр, делая медиум и хэви нормал или спешл. Также метр копится, когда вы получаете или наносите урон. У всех персонажей есть разные типы перемещения по воздуху и на земле. У Виктора самый медленный дэш вперед и бэкдэш во всей игре, эрмобильности тоже никакой. То же самое можно сказать про Анакариса, только у него уже есть чего добавить. На кнопку прыжка у него особый полет, с которого открывается другой мувсет. Также из этого состояния можно сделать дэвкик. Все. Бешамона имеет очень хороший дэш вперед, который преодолевает большое расстояние. То же самое относится и к бэкдэшу. И с эрмобильностью только прыжок. Димитрий уже более уникальный случай. Во время своего дэша и бэкдэша он на время пропадает. Пока его нет на экране, он не может делать свои нормалы, но он может отменять это состояние в спешл. Также пока его на экране нет, хитбокс отсутствует. Булета просто дэшается вперед и назад. Самая обычная опция. Однако на них она очень сильно рассчитывает и с рендо бонуса, что я объясню позже. И с эрмобильностью у нее есть двойной прыжок. Лейлей пропадает во время дэша вперед так же как и Димитрий, но в отличии от него может отменять дэш во все что издумается. Бэкдэш у нее тоже примечательный. Она может бэкдэшнуться на фуллстринг, если сделать какую-нибудь норму в блок. Кроме этого она может отменить бэкдэш в любой момент, если тапнуть вперед. Это первый персонаж из нашего списка с эрдэшем. Она использует его очень много. Филиция первых оптэшеров списка. Ее дэш вперед является оверхедом, при этом она может им красапнуть. Бэкдэш так же как у Бешимона воздушный. Так как она кошка, она может хвататься за стены и отскакивать от них. Лилит имеет самый непримечательный дэш вперед и бэкдэш, так как она должна функционировать как страйкфролл персонаж. В игре, где можно таки-то страйки на блок. А ул бас? А ул баф? Короче, у рыбы тоже несколько уникальных опций. Он может делать мувы из своего дэша, при этом бэкдэш можно зажать и он сделает кувырок вплоть до трех раз. Из него так же есть уникальные приемы. Морриган, в отличии от своей сестры, летает по всему экрану. Но в отличии от условного накариса, ее полет очень быстрый и горизонтальный. Ее мувмент буквально стал принтом для Ина. Вы можете зажать дэш вперед или назад, и она полетит в необходимую сторону. Также можно зажать вверх во время полета, чтобы полететь выше. Джеда имеет очень уникальный мувмент. Вердэш является полетом, при этом лететь можно только вперед. Также в этот момент у него есть хитбокс. Он может отменять полет в любую норму или спешл. Дэш и бэкдэш как у Морриган, только Джеда не имеет возможности полететь вертикально вверх, но может отменять дэш в свой полет. Дэш и бэкдэш также не спешл канцелится. Глон находится в той же лиге, что и Фелиция, только его дэши проходят гораздо большее расстояние. Также у него есть отдельный команд дэш, который можно сделать из лайтов, что дает ему очень хороший прессинг. Заверля наградили похожим на его лейбэкдэшем. Они сами по себе особо далеко его не двигают, но может существенно увеличивать их расстояние, если отменят в какой-либо норму. Также у него объективно самый лучший ардэш во всей игре, который разумеется отменяется во что угодно. Кроме этого у него есть дэйвкик, и это самый, я имею ввиду, самый сильный дэйвкик, который я видел в файтинге вообще. Сосквач тоже является хопдэшером, только у него весь пересинг и в принципе вся его мобильность зависит от хопов. В отличие от велиции Галлона, его хопы противников не красапят. Его хоп также отличается тем, что на какое-то время заставляют его просто висеть в воздухе. Также у него есть шорт хоп, чтобы его сделать надо поражать два раза вперед и назад. Это буквально хоп, только лучше. Также он может делать шорт версию хопа назад, догадайте как она делается. Пчела самый мобильный персонаж во всей игре. Она просто так имеет фулскрин дэша и бэкдэш, у которых также имеется шорт версия. Но самая вкусная находится в эвердэше, который двигает ее вниз. Из-за этого она может делать очень быстрые оверхеды, самые быстрые оверхеды во всей игре и самые легкие 50 на 50 миксапы. После нокдауна все персонажи в игре могут нажать вверх, плюс панч или кик, чтобы сделать допивающую атаку. Их можно дилейить, чтобы сделать какой-нибудь миксап, но это в основном зависит от персонажа. Также обычно у Пурсюта есть EX-версия. Все персонажи в игре. В игре могут выполнить ролл на земле, чтобы избежать возможных атак или испортить противнику Оки. Ролл можно делать влево и вправо, если зажать в соответствующее направление мышечки. Самая главная дефенд механика, которой могут пользоваться все персо... Во время блокстана вам нужно нажимать до 6 импутов, и я имею ввиду именно импуты. Если вы нажмете Light Punch, Medium Punch и Light Punch плюс Medium Punch, игра посчитает это за 3 отдельных импута и начислит вам 25% шанс пушблока. Если вы хотите получать 100% пушблок все время, то нужно делать в блок 6 импутов. Сортировка такая. Первые 2 импута не дают вообще ничего. 3 импута дают 25% шанс, как мы уже выяснили. 4 импута 50%, 5% 75%, ну и 6% 100%. Здесь очень большой простор для экспрессии игрока. Посмотрите вот это небольшое видео, если хотите знать большее. Во время блокстана вы можете нажимать специфичный для каждого персонажа импут, чтобы выполнить Quart Cancel. По факту делает буквально то, что исходит из названия. Позволяет выполнить определенный мув из блока. Обычно результирует нокдаун. Зайвер может выполнить ES версию за 1 метр, которая Unblockable не ролится вообще. А, ну и... Если вы играете за Накариса. Нажав Heavy Punch, Heavy Kick, каждый персонаж в игре входит в специальный режим, который называется Dark Force. По факту это инсталл, практичность которого варьируется от персонажа к персонажу. Также они все имеют какое-то количество инву фреймов на стартапе. Возвращаться из инсталла можно как по истечению времени, так и нажав Heavy Punch, Heavy Kick снова. Так как обычно они не особо полезны, разберем только примечательные. Пилиция призывает котенка. Этот Dark Force действительно уникален тем, что с него можно делать лупы. Лейлей также примечательна тем, что скорость ее возвращения из Dark Force зависит от того, насколько далеко она стоит от своего призрака. Мориган и Лилит вызывают зеркального клона, который повторяет их импуты. Джеда и Пчела получают полет, но Джеда рассчитывает на него куда сильнее. Примечательная черта в том, что они восстанавливаются почти моментально и их невозможно запанишить. Эта механика, насколько я знаю, вообще нигде кроме Фсава никогда не встречалась. Суть в том, что когда персонаж канцелит два нормала в самих себя, Frame Advantage увеличивается. Еще рендо бонус применяется не только на хит, но и на блок. Некоторым персонажам это вообще ничего не дает, в то время как для некоторых это очень важная часть геймплана. Вот пара конфермов, которые без рендо бонуса невозможно. Канцел нормалов из более легких в более тяжелом. Порядок идет так. Лайт панч, лайт кик, медиум панч, медиум кик, хэви панч, хэви кик. Хоть и порядок достаточно структурирован, у всех персонажей свой чейн. Важно заметить, что пока вы отменяете нормалы, возможность канцелить их спешил блокируется. Единственным исключением является ситуация, когда вы канцелите нормал сам в себя. Также можно порвать чейн, если вы завершили его нормалом, который достаточно плюс, чтобы во что-то его линкануть и заканцелить спешил. Вот и все по механикам. Единственное, что было бы хорошо быстро рассказать, это про персонажей, но я думаю они заслуживают отдельного разговора. Если вы только начинаете играть, то можете ориентироваться на этих пятерых персонажей. Они не особо сложные, при этом достаточно сильные. Я постараюсь сделать обзор на всех персонажей, но учитывая сколько у меня времени в этой игре, не знаю получится ли все, что запланировано. Если вам нужна информация прямо сейчас, рекомендую зайти на очень детальный вики по игре, где расписано все, что может пригодиться. Даже если вы не планировали играть в Vampire Saver, я надеюсь, что это видео пробудило хотя бы чуточку интереса к игре. Попробуйте, она совершенно бесплатная через VK. Увидимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.